Условия, в которых живет современный мир, свидетельствуют о нестабильной ситуации в межрелигиозных контактах. Проблемы церкви явились во многих странах мира именно той искрой, которая вызвала большой огонь противостояний, причем не только социальных, но и политических. К счастью, в современной Беларуси таких острых вопросов не существует. Свидетельство тому – встреча, которая прошла накануне в городе Каменце. Представители различных конфессий собрались за большим дипломатическим столом переговоров, чтобы обсудить проблемы, которые появляются в обществе, для дальнейшего их совместного решения. Обстановка в самой Брестской области конфессиональная. Я считаю, что очень стабильная и такая, как говорят, управляемая. Почему? Потому что местная власть, начиная от руководителей области полкома, начиная от самого губернатора и заканчивая всеми структурными подразделениями, то есть я имею в виду даже идеологические отделы райисполкомов, они не уходят от вопросов, они ими занимаются, занимаются системно, ежедневно. И тогда эти вопросы не загоняются в угол, и тогда их легко обсуждать, снимать и решать. Вопросы, которые были подняты во время встречи, носили в своем большинстве хозяйственный характер и касались в основном положения и состояния храмов, костелов, молильных домов. Кроме того, священнослужители волновали бюрократические трудности, с которыми некоторые из них сталкивались во время реконструкции помещений, перепланировки и внутреннего оформления. Однако, можно все же отметить приятную тенденцию. Нареканий к сотрудничеству представителей власти и церкви не прозвучало. Таких вопросов, где бы звучали упреки в адрес местной власти или областной власти, я уже не говорю республиканское, таких рассуждений, вопросов и посылов не было. Скорее, больше я, так сказать, старался их активизировать, порассуждать на некоторые вопросы, которые, возможно, и не характерны для Каменецкого района, а в принципе в республике, потому что у них живет тоже, так бывает, сегодня служат здесь, завтра служат в другой области, в зависимости от того, каких церковное начальство распорядится. Благодаря активному диалогу белорусских властей и представителей конфессий, официально зарегистрированных в нашем государстве, все возникающие трудности чаще всего решаются на местах. Только некоторые случаи доходят в своих разбирательствах до республиканского уровня. Важно понимать, что и церковь, и власть – это две особенно важные для общества структуры, которые помогают организовать быт человека, определить его жизненные ориентиры, а иногда и направить на путь истины. Подобные встречи, на которых слышатся мнения двух сторон диалога, помогают искать общие пути решения возникающих проблем, а также в некоторых случаях и реформировать законодательную сферу, которая вместе со временем претерпевает изменения. Эти встречи еще должны быть полезными, и я их сегодня опять-таки на это ориентировал, чтобы прозвучали вопросы возможных каких-то проблем, не специально сочиненных, а возможных проблем, возможно изменения даже законодательства, скажем, внесения изменений в закон о свободе совести в религиозных организациях, если в этом есть необходимость. В рамках встречи с представителями различных конфессий Леонид Гуляка посетил одну из наиболее долгожданных реконструкций в Каменецком районе – Троицкий костел в деревне Волчин. Этот уникальный архитектурный ансамбль XVIII века является настоящей исторической ценностью. Костел знаменит своей непосредственной связью с последним королем Речи Посполитой, Станиславом Августом Понятовским. Реконструкция началась в 2008-м. За это время было сделано многое. Взроблено, конечно, уже многое, потому что, прежде всего, это дах, дах костела. Салкам был снищенный, спаленный, вычищено все с этих сгрузов, которые были внутри костела, так само. Ну и, конечно, это отынкованный звонку костел, отынкованный, помалеванный. Сегодня в Беларуси принята инвестиционная программа, главная цель которой – реставрация культовых зданий, которые являются историческими памятниками архитектуры. Поэтому, возможно, скоро подобные масштабные реставрационные работы придут во многие города и местечки. Продолжение следует...